Общая воровская сходка, проведенная на днях в Катайской области Армении, оставила больше вопросов, чем ответов. Несмотря на лояльность армянских властей, первая попытка Шакро примирить своих конфликтующих собратьев с треском провалилась. Никаких судьбоносных решений не было принято в виду того, что многие воры, без чего присутствие на сходке остальным туда являться не было смысла, по разным причинам приехать не смогли. Из видных турецких мегрелов, которые в последние годы определяли политику дедовского клана и имеют больше всего претензий от оппонентов, прибыл только Гия Елёрджия. Негласный глава этого клана, Мираб Мзарилуа и его неразлучный компаньон Роланд Шляпа, как и ряд воров средней руки из их окружения, застряли в самом начале пути. Также не почтили сходку своим присутствием высокопоставленные в дедовском клане московские тбилисцы Робинзон, Паата Маленький и Гии Длинный. Самая уважительная причина неявки оказалась у главного дедовского славянина Пичуги, младший брат которого Олег 5 января покончил с собой, застрелившись из обреза охотничьего ружья. Вася Воскрес вечером того же дня все-таки появился на сходке, фактически зная, что она не состоится. Все закончилось в ночь на 6 декабря, и собравшиеся начали разъезжаться. Последними, вслед за Воскресом, Степой Мурманским и Чебурашкой, из Еревана в Москву несолоно хлебавшей вернулись Шакро и Шишкан. Из новостей, достойных упоминания, можно выделить разве что принятое ранее решение провести переаттестацию всех, кто был коронован после 2008 года. Каждому из них, которых в общей сложности набралось под 100 душ, теперь придется наведаться в Москву и отстоять свой титул. Разумеется, в этой сотне есть достойные своего имени кандидатуры, но поскольку все они были коронованы в период междоусобицы, в течение которой изначально был объявлен мораторий на новые подходы, их полномочия сегодня не признаются той или иной из конфликтующих сторон. Поэтому, дабы не усугублять раскол в воровской среде, в отношении них было решено получить одобрение массы воров. Наконец, нельзя не отметить случившуюся между Дато Кувалдой и Гурамом Квижо потасовку, которая внесла хоть какое-то разнообразие в вялое течение воровского сборища. По нашим данным, Дато первым явил силу мышцы своей, ударив Гурама в ответ на полученное от него оскорбление. Ввиду большой разницы в весовых категориях, драчунов тут же разняли находившиеся рядом воры. Единственным положительным итогом ереванской сходки, пожалуй, является то, что усилия по объединению разрозненных воровских семей будут продолжаться. Возможно, в самое ближайшее время, воры вновь соберутся в каком-нибудь тихом месте, и позаботятся прежде о том, чтобы все, кому надлежит там быть, вновь не оказались вовне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok